Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева о работе антимонопольных органов. Будем говорить сегодня о том, чьи интересы защищает служба и какие изменения произошли в антимонопольном законодательстве, расскажет руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонид Пак. Здравствуйте, Леонид Львович! Добрый! Скажите, пожалуйста, чем занимается антимонопольная служба в целом, какие перед ней стоят задачи? Потому что я знаю, что в этом году служба отмечает свой юбилей территориальные органы 25 лет, и хотелось бы понять, какие результаты и вообще какие задачи стоят перед ней. Спасибо. Действительно, да, в этом году у нас 25-летие территориальным органам, то есть сама служба праздновала эту дату в прошлом году, а в этом году мы празднули 25-летие дня создания территориальных органов. То есть ФАС России было создано тогда еще как антимонопольный орган, как АЧП был, ГК, назывался Государственным комитетом. А потом уже в результате трансформации, уже сейчас настоящий момент служба. Но служба у нас работает уже с 2004 года, достаточно давно получается. Вот. И, конечно, те задачи, которые стояли тогда перед антимонопольными органами, которые сейчас, они уже различательно отличаются, потому что время сильно изменилось. В то время было перехода от плановой к рыночной экономике. Тогда было очень много предприятий, которые были единственные в регионе. В общем-то плановое хозяйство так и строилось. В каждом там населенном пункте, городе и так далее было распланировано, какие заводы что производят, в каком объеме, как они реализуют. Все товаропроводящие пути были организованы. И в достаточно быстрое, короткое время, практически в одночасье, все эти пути были отрезаны. И все. И всем сказали, как, знаете, в то время, когда крепостное право отменяли, сказали, все теперь вы свободны. Никаких разнарядок не будет. Вы сами ищите себе покупателей, поставщиков, ну и так далее, там подобное. Закупайте сырье. С министерства вам ничего не пришлют теперь. И все предприятия, да, вынуждены были в этих условиях начинать самостоятельную хозяйственную деятельность. И наша задача антисампленных органов была в то время, конечно, развитие конкуренции. Не в части прямо вот мы должны были создавать предприятия, но смотреть как со стороны органов власти, так и со стороны хозяйственных субъектов, чтобы не было злоупотреблений, которые бы ограничили конкуренцию. В Конституции тогда, в 1993 году, было прописано, что государство гарантирует поддержку конкуренции. В том числе, получается, через наш орган мы должны были смотреть, нет ли заградительных барьеров со стороны органов местного управления, государственных органов, субъект Федерации. А такие факты были, когда некоторые субъекты Российской Федерации вводили ограничительные меры по вывозу хлеба и молока и мяса в другие регионы. Да, наши соседние области так занимались такими вещами, писали целые акты. То есть запретить вывоз. Такое было. Если посмотреть, конечно, в перспективе, что было тогда и что сейчас, ну, сейчас, конечно, разительные перемены. Потому что сейчас уже большинстве служащим, государственным или муниципальным и на ум не придет написать, что покупать хлеб только в этом месте. Или же вы продаете хлеб только в эти места там или таким-то потребителям. Все уже понимают, конечно, что здесь уже ограничений быть не может. И каждый волен потребитель выбирать ногами, деньгами, рублем, кошельком, что ему ближе по цене, по качеству и так далее. В общем-то, основной эффект конкуренции именно в этом. Потребитель должен в результате получить качественные продукты, качественные услуги за справедливые деньги. Не маленькие, но справедливые. Здесь именно момент не то, что должна быть цена низкая, она должна быть справедливой в данный конкретный момент. Потому что, понятно, если это происходит какое-то ноу-хау, какая-то новация, и субъект вложил туда очень много сил и средств, и когда он это производит первым, то он имеет право получить какую-то прибыль, чтобы компенсировать все эти издержки. Но потом, когда развивается конкуренция, это на примере, допустим, всем доступная мобильная связь. Ну, да, внедрились. Помните первые этапы, когда в 90-е годы мобильная связь сколько стоила, и какие вообще они были. Это были телефоны, как коробки, ходили люди с такими антеннами и так далее. И тогда казалось, вот это да, она стоила там в УЕ, расчеты явились исключительно в УЕ этими телефонными компаниями. В то время начинали компании и Билайн, и МТС, и наш СМАРТС. А сейчас этот телефон находится у каждой практически в кармане, а то и не по одному. И даже у детей он есть, и пользуется им. Качество, безусловно, выросло, да? И цена адекватно, она изменилась. Потому что тогда только одна минута разговора стоила там 1-2 УЕ, вот, пересчете на валюту. А сейчас, получается, это уже какой-то пакет услуг, СМС-ки, интернет и что-то еще, и какие-то извлечения и так далее, и все в одном устройстве. Понятно. Заглянули в историю, но все-таки хотелось бы понять, как сегодня отражаются нарушения в антимонопольном законодательстве на обывателях. Мы это чувствуем вообще? Мы понимаем, из-за чего это происходит? Вот когда происходят такие нарушения? В каких сферах? Как нам это все увидеть? Да, на самом деле это потрогать очень трудно. Потому что конкуренция, ну, что это такое конкуренция? Конкуренция — это соперничество хозсубъектов за потребителей, фактически, на товарном рынке. Как это потрогать руками? Ну, это не потрогаешь сейчас, вот, настоящий момент. Наша деятельность, она связана с такими, скажем, административными воздействиями, когда мы имеем отклонения. Отклонения как со стороны органов государственной власти, органов местного управления, так и хозсубъектов. Трудно сказать, да, как повлиял на конкуренцию тот факт, что, допустим, муниципальные органы или государственные дают преференции одним субъектам больше, другим меньше. Как оценить? У нас были такие случаи, когда коэффициенты, допустим, были установлены. Не было практики никакой, и органы местного управления вместе с органами государственной власти, Самарской области, стояли коэффициенты. Они немножко разделили на свой взгляд, что это возможно. Можно для стационарной торговли сделать разные коэффициенты на аренду земли или аренду площадей. То есть если у тебя магазин постоянный стоит на земле, он капитально устроится, тогда у тебя коэффициент, условно говоря, единица. Если же у тебя не стационарный объект, а условно говоря, все павильоны, их много на самом деле, киоски и так далее, то у тебя коэффициент 10. То есть один платит, условно говоря, приставки 100 рублей, 100 рублей, а другой платит 1000. Хотя и там магазин, и здесь магазин. И там хлеб продают, и здесь хлеб продают. Какая логика была в этом, я не знаю. Но вот мы, с этой стороны, считали, что это является ограничением конкуренции, потому что тем самым государственные органы влияют на обращение товара. Это можно сказать и про аренду, и про, не знаю, продажу земли. Это также можно сказать и про тарифы, которые выставляют субъект естественных монополий. Когда, естественно, монополий одному субъекту может рассчитать одно, а другому другое. И разобраться в этой ситуации, конечно, потребителю очень сложно. Он же не знает, на самом деле, какие условия были у его соседа. Он может только сказать, что это, мне кажется, у меня дорого. Либо очень хорошо пообщавшись с соседом и выяснить, что да, оказывается, бывало и дешевле. И поэтому вот эти факторы, которые мы выявляем, ну как-то влияют на конкуренцию. Насколько и чувствуют ли это граждане, трудно сказать. Но бывают случаи, когда действительно мы вмешиваемся в те моменты, когда это прямо влияет на граждан, я считаю. Это, например, дела, связанные с управляющими компаниями. Да. Вот такой случай с управляющей компанией ВАСК. Я не знаю подробностей. Вот на его примере вы можете рассказать, что было какое-то громкое дело в сфере ЖКХ? Чтобы вот тоже анализировать и понимать, что с другой компанией может такое произойти и как действовать? Да. Татьяна, есть такая ситуация, что управляющая компания не представляет нам финансовую отчетность ни ежедневно, ни ежемесячно. И даже раз в год не всегда мы видим по нашему конкретному дому, где мы живем, сколько они денег собирают и куда они их тратят. Ну, это факт. Вот. И здесь, получается, иногда третьи лица могут нам указать на то, что деньги собираются и тратятся непонятным способом, неустановленным активными актами. И нам тоже такие обращения поступили. Операторы связи обратились на то, что у нас есть заявление граждан на оказание услуг связи. Телефоны, кабельное телевидение, интернет и так далее, и там подобное. Но мы не можем туда зайти, потому что управляющая компания предлагает нам договор. Возмездный. И причем они делают это не сами, а через каких-то агентов. Вот. Конечно, таких вещах граждане знать, в принципе, не могут. Потому что управляющая компания не ставит их в известность. А несмотря на это, оператор связи имеет заявку, он может быть оштрафован Роскомнадзором за неполнение заявки гражданина, если у него есть возможность. Они вынуждены были соглашаться на такие разные условия. И эти условия для разных операторов связи были разные. То есть, если оператор связи там приятный и большой, тогда у него одна цена. Если он маленький и не очень чадушный, тогда может поменьше цена и так далее. И все это усмотрели на управляющую компанию и субъект, который там рядом с ним был, этот агент так называемый. Фактически происходила координация деятельности хозсубъектов на рынке связи. Получается, они координируют. Ты, значит, у тебя затраты побольше, соответственно, тариф для граждан будет побольше, у тебя поменьше и так далее. А мы, когда начали рассматривать это дело, выяснилось вообще, что сами-то граждане, это общее имущество этих граждан. Они должны волеизъявление какое-то проявить, чтобы разрешить. Да, мы хотим, чтобы вы заключали такие доворы платно, а может бесплатно. То есть, общее имущество у нас по жилищному кодексу распоряжают все равно граждане квартирного дома, собственники. Они никакой воли не изъявляли, и при этом управляющая компания собирала деньги. Куда она их тратила, уже неизвестно. Вот, ВАСК уже находится в стадии банкротства. Но я хочу сказать, что и другие управляющие компании есть, и мы их рассматривали здесь, и в Самаре, и в Тольятти, где управляющие компании примерно тем же самым и занимались. То есть, фактически, получается, управляющая компания собирает деньги, в принципе, с операторов связи, которые потом собирают с населения, с граждан, которым услуги оказывают, и тратят их в неизвестном направлении. Конечно, не писали, что они там на благоустройстве и так далее. Но мы сами с вами понимаем. Здесь надо очень серьезно, долго изучать, на самом деле, куда были потрачены эти средства. Вот такие вот моменты. Влияет это на граждан? Конечно. Безусловно. А как это почувствовать или чувствуют ли это граждане, неизвестно. Они получают дополнительные услуги, какие-то средства. Но работа наша вот такая. Она иногда, как бы, так скажем, не видна. Да, понятно. И руками не потрогаются. Еще одна болезненная тема. Это малое и среднее предпринимательство. С высоких трибун мы слышим часто о том, что нужно им оказывать всяческую поддержку. Хотелось бы узнать конкретно ваша служба, УФАС, чем может поддержать такую вот сферу. И, в частности, вот есть иммунитет, да, который распространяется на малый и средний бизнес. Вот в чем выражается эта поддержка? Да, вы говорите об изменениях, которые вступили в этом году. В середине года вступили изменения в законодательство антинопольное. На самом деле антинопольный орган вообще не то, что не призван, но у него нет в задачах и полномочиях поддержки предпринимательства как такового. Мы шляем контрольные функции. Развитие им конкуренции. Как раз многие страдают от излишка контрольных функций. Административного воздействия и так далее. У нас функции контрольные, по большому счету, и очень много было, так скажем, критики в адресе антинопольных органов, что иногда не очень большие компании антинопольные органы проверяют, выявляют нарушения, выявляют, штрафуют их и так далее. И в связи с этим вот эти иммунитеты появились в измененном законодательстве, которые говорят о том, что в случае, если индивидуальный предприниматель, либо общество, где находится учредительное физическое лицо, какие-то злоупотребления совершает, это не является предметом антинопольного регулирования. Он априори монополистами являться не может. Этот иммунитет для них сейчас в законе установлен, и мы не будем их привлекать к ответственности. Но здесь есть исключения. Допустим, все знают, если дома есть электричество, вода, план Горло давно работает. В отношении этих субъектов эти иммунитеты не распространяются. То есть, естественно, поле в сфере электричества, оно так и есть, так и будет, в сфере газа так и останется. Потому что мы знаем, что в некоторых населенных пунктах есть небольшие компании, но они на самом деле могут быть с единственным физическим лицом в качестве учредителя, но они все равно монополисты, потому что они в силу инфраструктуры. Газовые трубы, либо электрические сети являются монополистами, либо сети водоснабжения. То же самое. И вот в этих ситуациях, конечно, в любом случае это будет предметом нашего контроля. То же самое и отрасли там, где это связано с жизнью, здоровью граждан, рынок ТБО. Мы уже привыкли, что ТБО у нас и войска, но стоит не ввозить ТБО в течение 10-15 дней, и ситуация может стать плачевной и катастрофической. Поэтому в таких отраслях, где возможна угроза жизни и здоровью граждан, там в любом случае эти иммунитеты не распространяются, в том числе на эти компании. А если так брать рублем, например, планка 400 миллионов. То есть если выручка менее 400 миллионов в год, то тогда как раз начинает работать иммунитет, что не подпадает под действия антинопольного контроля. Кроме этого, в административный кодекс также внесены изменения, что если в случае будет выявлено такое нарушение, похожее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, малого, поправлюсь, то тогда штраф в первый раз не применяется, первый раз. Только, так скажем, пожурить, предупреждение. Но лучше если в рецидив, второй и третий, то тогда, наверное, да, санкции будут применяться в полной мере. Но это больше в мере касается, знаете, закон о рекламе, закон о торговле. Вот как раз хотелось бы поговорить подробнее и о законе о торговле, и о рекламе. Ну давайте начнем с рекламы, наверное, потому что, опять же, с точки зрения обывателя, мы следим, что-то запрещают рекламировать, что-то разрешают. Как во всем этом разобраться, нарушаются ли наши, опять же, права. Ну, допустим, реклама пива. Сегодня разрешена реклама безалкогольного пива. Как это будет выглядеть вообще? Ну вообще. И как вы вообще работаете вот с этой такой непростой рекламной отраслью? Мне кажется, это вот не совсем. Ну не простая. Потому что у них интересы явно есть свои, они их защищают тоже, естественно. Ну вот если, опять же, уйти немножко в историю, раз уж сегодня у нас 25-летний юбилей наших органов. У нас же антиополис законодательство является основным законодательством, которое мы контролируем. Но кроме этого, наши органы контролируют и закон о рекламе, и закон о естественных монополии, но это более понятно. Но в том числе закон о госзакупках, закон о торговле, где, казалось бы, нет монополий как таковых, явно пощупать. А по факту они, да, есть такие места, где есть ограничение конкуренции за бюджетные средства, в торговле, там, где сила торговых сетей или производителей используется, ну так скажем, не совсем добросовестно. Вот такие моменты. И поэтому один из законов, в котором мы контролируем, закон о рекламе. Закон о рекламе, он такой, достаточно специфичный. Там очень много норм, и есть нормы субъективные. И закон призван защищать не только с точки зрения рыночной конкуренции, торговых отношений, но немножко и с точки зрения нравственной, культурной и так далее. Потому что там есть запреты, допустим, не допускается реклама, которая безразственная, или которая нарушает обычный долговый оборот, который может ущемлять права каких-то определенных граждан, группы граждан, ну и так далее. И здесь получается этично-неэтично. Это вообще, понимаете, что категории этичности и неэтичности очень субъективно, очень сложно. Это сильно зависит от потребителей самой рекламы как таковой. И здесь, получается, мы должны делать выводы о том, что неэтичная реклама не допускается. Ну, разные были у нас на протяжении истории. Да, конечно, и мнений много быть может. И мнений много. Это дело вкуса. Для кого-то это этично, для кого-то неэтично. Вот здесь действительно очень сложно. И мы, да, исходя из практики, исходя из общих принципов, мы создали экспертный совет при нашей службе для того, чтобы... Ну, эксперты, то есть это те люди, которые понимают в этом. Это и от культуры, и от медицины, и от СМИ всевозможных, и научные деятели, которые работают в университетах. Чтобы они высказали свое мнение, исходя из опыта житейского, в том числе профессионального, является ли это этичным, неэтичным, оскорбляет, не оскорбляет образы. Потому что реклама, да, запрещается даже с оскорбительными образами. Ну, мы сами понимаем, да, часто у нас происходит эксплуатация женского тела, да, в рекламе. Но когда это оскорбительно, когда нет. Так же, как и с рекламой пива сказали, да, где-то грань, вот безалкогольная. Поэтому основной, конечно, посыл, это то, что, исходя из общих принципов, безалкогольное пиво можно рекламировать, если это правда действительно направлено на рекламу безалкогольного пива, где нельзя какую-то двойственность увидеть. И поэтому вот Москва, собираясь там, ФАС России в частности, собираясь с сообществом, сразу проговаривала. Да, действительно, безалкогольное пиво сейчас очень много реализуют. Сейчас вообще, знаете, в этой отрасли очень много нетрадиционных видов пива. А какие они это? С добавлением всевозможных там вкусовых добавок там и так далее, там подобное. В том числе и безалкогольное. И потребление его есть, производство также есть. Как его рекламировать? Если рекламируется именно оно, и, так скажем, акцент делается именно на этом, и у потребителя нету смешения, либо какого-то посыла, что и алкогольное тоже можно купить, тогда, да, это является законным, не является противозаконным. Но если хоть чуть-чуть можно будет понять, что можно, условно говоря, пиво любой марки, и можно найти такое, 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 в том числе и безалкогольное, тогда, да, это уже все, наверное, запрет. Ну, вот в примере, знаете, была реклама безалкогольного напитка, где слоганом было «вкус свободы». Вкус свободы. То есть весь рекламный ролик построен на то, что проявление свободы молодежи и так далее. То же самое и алкогольное бывает. Часто бывает, когда делают рекламу алкоголя, еще когда можно было делать, они, ну, то есть эмоциональное состояние потребителей этого напитка, именно алкогольного, пытались передавать. И тогда понятно, что безалкогольного такого, в общем-то, не должно быть, такого же эмоционального состояния, немножко, наверное, другое оно. Да, сфера у вас, конечно, от монополии на... Да, в товарных рынках, до рекламы, в том числе. Да, да, очень разнообразно. Мы смотрим, да, и в том числе запрещаются в рекламе нарушения, связанные с русским языком. То есть если неправильно применять русский язык, если применять иностранные слова в рекламе без оговорок. Но я считаю, это вот действительно, они прямо на конкуренцию точно не влияют, но они влияют вот на культуру потребления рекламы, на культуру, которая вообще есть в обществе, в том числе культуру к русскому языку. Вот у нас есть федеральный закон, который защищает, не допускается всячески нарушать правила. Хотя и правила русского языка, безусловно, меняются, да. Они постоянно в изменении, в движении, язык живой. Но при всем при этом очевидные, так скажем, рекламные ходы, которые в нарушении законодательства о языке, не допускаются. Потому что в угоду каких-то там своих, так скажем, маркетинговых ходов, компании стараются какие-то слова новые придумать, которые не созвучны. Также не допускается использовать ненормативные лектики. Тоже не допускается. Но это какие-то такие обычаи общепринятые. В том числе нам приходится следить и за этим, да, и привлекать к ответственности в этой части. Часто мы судим о работе той или иной службы, государственного ведомства. По результатам работы, по эффективности, вот прошло уже полгода, даже больше, уже можно подвести первые итоги. И чтобы нам понять эффективность работы у ФАС, вот хотелось бы, может быть, даже с какими-то цифрами представить, что меняется в нашей жизни обывательской благодаря вот вашей работе. По каким направлениям вы работаете, какие результаты? Я не буду говорить прямо про конкретные цифры, да, но скажу в общем. Внимал, может, кому-то что и скажу. В общем, у нас законодательство в этом году кардинально изменилось. Мы теперь, в связи с изменением законодательства, не призваны защищать интересы конкретного человека, гражданина. То есть теперь норма, это содержится только в законе о защите прав потребителей, как раньше она находилась. Если это жилищные услуги, это жилищная инспекция. Вот, то есть эти органы призваны в первую очередь защищать права конкретного гражданина, конкретного физического лица, если эта деятельность не связана с предпринимательской. То есть если раньше подключал человек жилой дом, и не мог его подключить к политическим сетям, либо там водяным, или еще прочим, канализации, он обращался к нам, мы их могли рассмотреть. С Нового года норма изменилась, и теперь вот именно такие интересы мы не защищаем. Это все Роспотребнадзор, суды и все прочие органы. Я не вижу ничего в этом такого, потому что раньше всегда так и было, еще вот если вернуться 25 лет назад. Мы защищали только интересные хост-субъекты, которые работают на рынке. И в связи с этим, конечно, у нас намного меньше стало самих дел по такой категории. Потому что в основном, конечно, сталкивались с проблемой, когда граждане не могли чего-то либо добиться. Хост-субъекты не всегда к нам обращались с такими просьбами, или жалобами, потому что им дальше все равно работать необходимо было с этими, с естественными наполями в том числе. А гражданин, он просто не имел ресурса и жаловался, потому что его нету. Когда он появится, когда уж тогда и что, уж все, а расчеты будут вести в соответствии с правилами. А хост-субъекты все равно вынуждены были пытаться договориться. И большой вал, все-таки обращение на естественные наполи, было с стороны граждан. Сейчас его нету. Мы стали носить больше предупреждений. Сейчас новый институт в этом году тоже был в законе предусмотрен. Выдача предупреждений как государственным должностным лицам, муниципальным, так и хост-субъектам. Мы не штрафуем их сразу, мы не говорим, что, рассматривая дело, вы сразу нарушили. Мы говорим только о том, что есть признаки. Вот мы со своей стороны видим, что уже сталкивались с аналогичными проблемами, считаем, что есть признаки. На самом деле хороший институт, неплохой он в плане того, что позволяет лицам еще прийти к компромиссу. Когда дело уже рассматривается и выносится виновен-невиновен, практически часто уже противоборочные стороны начинают спорить и доказывать свою правоту. А в этой ситуации мы просто говорим, вы знаете, есть признаки, обратите внимание на этот момент, и у вас есть возможность просто сблизиться, сесть, еще раз переговорить, без нашего участия. Потому что наше участие будет затратно для кого-то точно. Если мы имеем решение нарушения, мы будем просто накладывать штрафы. Штрафы, так как были большими, так они и остались для хост-субъектов. Но и для должностных лиц штрафы остались, но внесена была норма, которая предполагает, что если должностное лицо, государственное или муниципальное, уже однажды нарушало антинополимое законодательство, то второй раз он уже будет дисквалифицирован на срок не менее до трех лет. То есть все уже на госслужбу или муниципальную службу. Надо прекращать деятельность, надо заниматься чем-то другим, если вы не можете соблюдать законодательство, в том числе антинопольное. Потому что, исходя из того, что я говорил в качестве примеров, иногда бывают такие серьезные нарушения, которые обывателю, честно говоря, не всегда им можно будет потрогать руками и увидеть, а на конкуренцию серьезно влияет. Допустим, запрет занятия какими-либо деятельностями для хозсубъекта предполагают, что другой субъект в этот момент рынок захватывает, либо его расширяет, и следующие субъекты просто туда попасть не могут, им намного тяжелее. Потому что какое-то время, в течение года, допустим, действовал запрет, либо была какая-то преференция от муниципального или государственного органа. То есть, получается, что теперь с физическими лицами, с обращениями вы не работаете вообще ни в каких вопросах, сферах и проблемах? Нет, мы их рассматриваем, они направляют нам заявления, они могут нам писать, потому что есть такие граждане, которые самостоятельно, затем должны определяют законодательство, нарушение законодательства о рекламе, антинопольное законодательство. Они видят сигналы, мы сигналы принимаем, они нам пишут. Просто я говорю, мы не сможем защищать уже конкретно личного, конкретного человека и физического лица. Они нам пишут о том, что да, обращаю ваше внимание, что какие-то муниципальные органы или, естественно, на поле делают расчеты для всех неправильно, вот для всех, в том числе и для меня. Такие нарушения мы рассматриваем. Мы рассматриваем нарушения в отношении неопределенного круга лиц. Ну, какие неопределенные круга лица? Это у нас повысилась цена на электрическую энергию. Непонятно почему, да. Повысилась цена на действия каких-нибудь управленческих компаний в части чего-то там, или сбор ТБО, либо на воду, либо там на бензин, либо на какие-то либо перевозки. Такие обращения поступают, они говорят, это для всех, это не только лично для меня. И, пожалуйста, разберите, почему вдруг это произошло, хотя не было никаких явных видимых причин для этого в экономике. Тогда такие распущения мы рассматриваем, и это является нашей компетенцией. Сегодня многие государственные службы развивают интерактивность, делают сайты, когда могут физические лица обратиться непосредственно к руководству, получить там совет, ответ и так далее. У вас вот есть такая необходимость или нет? Потому что всегда есть проблема, вот когда приходит, опять же, представитель государственных служб, и говорит, что мало информации, люди мало знают о своих правах. Вот мне интересно, ведется ли у вас такая работа, и что мы должны знать о своих правах вот в этом антимонопольном поле. Вот в каких сферах монополия особенно остро будет отражаться и чувствительно на гражданах, на обывателях, на жителях? И как нам, есть ли у нас вообще возможность защитить свои права? Какие права могут у нас нарушаться? Вот в этом отношении. Где нам главное взять вот эту информацию правовую? С точки зрения открытости у нас есть сайт, у нас есть группы ВКонтакте, в Твиттере, еще в разных соцсетях, то есть нас можно всегда почитать и посмотреть. Можно писать по форме обратной связи к нам и обращение. Ну, здесь есть такая тонкость маленькая, что в принципе антимонопольные дела, они очень сложные. И предполагает все-таки письменное обращение. Мы же в суд не можем обратиться в электронном виде. Мы в суд должны написать заявление по установленной форме. То же самое и с нами происходит. На законе присмотрим процедуру, каким способом подается заявление. И если все-таки необходимо написать заявление, надо это будет делать уже в установленном законном порядке, то есть в писанном виде с положением документов. Но на какие-то вопросы, на какие-то сигналы и так далее, мы можем обратить внимание, даже если оно поступило через форму электронную, посредственную электронную. Также работает ЕПГУ, так называемая. Это система, когда человек инвестиционирован целиком, у него есть фактически электронно-цифровая подпись, и он отправляет нам через портал госуслуг какие-то обращения. Также это фиксируется. Но очень много обращений нам поступает с электронно-цифровой подписью. Сейчас граждане стали продвинуты, некоторые получают электронно-цифровую подпись и отправляют, подписываясь с электронно-цифровой подписью. Это все уже официально, согласно федеральному закону, документ, фактически подписанный так же, как и ручкой. Такие документы тоже к нам поступают, мы их рассматриваем. А с точки зрения сферы, понимаете, мы регулируем, законодательство Санкт-Петербурга регулирует все сферы экономической деятельности, практически все, начиная от здравоохранения, заканчивая обороной. Наш органу территориальной Самарской области обороной занимается меньше. У нас это структурно сделано, в Нижний Новгород направляет. Но я думаю, вряд ли для граждан это актуально. А так, это и ЖКХ, и медицина, и образование, и товар, работа, услуги, и естественные монополии все. А это электричество, газ, вода, железнодорожные перевозки, ну и порты и так далее, там подобное. Очень много сфер, где вот у человека есть интересы. Про торговлю мы говорили. Да, и торговлю. Это вообще... Вот такой вот маленький пример. Когда вот сейчас вот большие сетевые такие вот огромные вот эти маркеты вытесняют маленькие супермаркеты и вообще вот какие-то там... Вот это... Вы можете в эту ситуацию каким-то образом вмешаться, и проанализировать, и рассмотреть? И может быть, даже недовольство граждан тоже вот в этом принимаете? Понимаете, здесь... Это, на самом деле, хороший вопрос, но очень сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, торговые сети, крупные, они, ну, двигатели, с одной стороны, экономики в том числе, они удобны для местных органов и государственных органов, потому что это крупные налогоплательщики, они выплачивают сразу. С ними проще, контакт один, вот он, директор, и все. А с другой стороны, вроде бы с маленькими магазинами возник-то побольше будет, извиняюсь за выражение. Это маленькие магазины, стандарты качества у них бывают разные. Прихожие в большие торговые сети, у них стандарты уже фактически европейские. Все красиво, гладко, почищено и так далее, удобно, парковки и прочее. А с маленькими не так, они все разные, парковки нет. Много у нас остается, вот какое-то резюме. Резюме. С учетом этого, получается, конечно, у нас есть полномочия в этой сфере. Но надо понимать, что там очень много интересов, всего такого, чего требует изучение. Да, в результате разговора поняла, что действительно, очень многообразная сфера вашей работы. И ответственная, и сложная. И в этом действительно нужно разбираться от вопросов культуры, естественных монополий и частных точек продажи продуктов. Спасибо вам большое за эту информацию. Надеюсь, что она была полезна и для вас. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин